Глава! Глава Украине! Глава! Украина! Это проект Нью-Йорк, Нью-Йорк. Мы снова на Тайм-Сквер. Вторую неделю продолжается война в Украине. Ситуация развивается очень быстро. Продолжаются бомбардировки украинских городов. Убитые, раненые, беженцы. С другой стороны, тотальная военная цензура. Заблокированы Facebook и Twitter. Закрыты радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания «Дождь». Заблокирован, конечно, и канал «Настоящее время» там, в России. Но есть YouTube, Telegram, VPN, приложения «Голос Америки» и «Радио Свобода» продолжают хронику этой необъявленной войны. Не только против Украины, против демократии, против всего западного мира, душой которого является Нью-Йорк. И пока это так, мы ни о чем другом говорить не можем. Мы победители! Митинги на Тайм-Сквер продолжаются буквально каждый день с 24 февраля. Люди приходят сюда по будням после работы, по выходным после полудня. И это, конечно, какая-то поддержка тем, кто сейчас там сидит в подвалах. И призывы к тем, кто сейчас здесь сидит в больших кабинетах. Сегодня главный призыв один — объявление «ноу-флайт-зон». Закрыть небо над Украиной, чтобы защитить людей от российских бомбардировок. Но это грозит эскалацией конфликта, серьезной эскалацией конфликта. Но они только накануне обстреливали атомную электростанцию. Это может быть катастрофой не только для Украины, но и для всего мира. Сегодня моя сестра там гибнет, мои родители под Киевом. Сегодня это важно для Америки в том числе. Америка призвала Украину идти демократическим путем. И украинцы откликнулись и пошли. В 2013 году мы видели сенаторов на площади Киева. Украинцы совершили эту революцию. Они стояли против России в 2013-2014 году. Сегодня Украина, у многих такое чувство, что может быть Украина обречена. Если мы оставим Украину там погибать, то это весь мир смотрит и видит, что значит следовать Америке. Поэтому это не только для украинцев важно. Это важно для американцев, это важно для Европы. Это важно для всей цивилизации, которой важны западные ценности, если хотите. Свободы. Чтобы вас не загнали в какой-то скотский двор, где будут контролировать, что вы думаете, что вы читаете, что вы говорите. Украинские солдаты сражаются и сражаются отлично. Мы просим только одного – закройте небо и дайте нашим солдатам покончить с этим. Нам не нужны другие военные. Наши мужчины справляются сами. Все, что мы просим – закройте небо, чтобы не бомбили больше гражданское население. Если мой дом в огне, а ты как сосед стоишь и смотришь – «О, это не моя семья, они не придут убивать меня». Но нет, ты будешь следующим. Они убьют тебя тоже. Он не остановится, если мы его не остановим. С каждым днем выбор сужается – эвакуироваться или оставаться. Если оставаться, то сопротивляться или спасаться. Если спасаться, где? В ванной, в коридоре, как говорят, это безопасное место в квартирах или в бомбоубежищах. К сожалению, сирены звучат постоянно, и люди практически не могут покидать свои убежища. Конечно же, сейчас критически важным для людей остаются, в первую очередь, вода, электричество, интернет, телефонная связь. Вообще в обстреливаемых районах все сложнее и сложнее людям поддерживать связь с окружающим миром и со своими родными и близкими. В том числе здесь, в Нью-Йорке. Но, несмотря на это, люди все равно продолжают это делать, продолжают пытаться. Я звоню маме в Запорожье каждые полчаса. Каждый час у них звучат сирены, и люди не знают, куда бежать. Она никуда не бежит, она дома, потому что бежать некуда. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, мам. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Все, я уже дома. Ну что, сейчас у нас военная тревога, это воздушная тревога. И вот тут я сижу в коридоре, вот, как самое безопасное место, говорят, здесь в квартире. Несущие бетонные стены. Вот, он обложился подушками, матрас за спиной. Вот я сейчас проехала по городу, это, конечно, страшно. Я вижу уже сложенные баррикады, люди готовы отстреливаться. Я вижу стоят ежи, которыми будут перекрывать дороги, по которым будут идти их танки. Это вот та вот, вторая мировая война здесь у нас. Вчера мы собирали здесь пустые бутылки. А, то есть делать коктейли Молотова? Делать коктейли Молотова. Я ходила вчера, помогала плести... Сетки, да? Камуфляжные. Да, камуфляжные сетки. Хотя я всегда, всегда я раньше говорила, как плохо, что мой ребенок, мои внучки так далеко от меня. А сейчас я говорю, какое это счастье, что вы так от меня далеко. Вот, все, сейчас опять объявляет тревогу. Увага, увага, завершайтесь, хотя в пропадающей дее мы вас передаем. Внимание, внимание, оставайтесь в укрытиях, о дальнейших действиях мы вам сообщим. Все будет хорошо. Слава Украине. Слава Украине. Героям слава. Слава. Смерть врагам. Все, я люблю тебя очень, очень, очень. Пока, люблю. Пока, пока. Я позвоню своему брату, который в принципе уже живет здесь, но у него есть семья в Киеве. За два года он получил грин карту, но постоянно ездит навещать свою жену туда, чтобы с целью ее перевезти в Америку. И вот это была одна из этих поездок, которая, к сожалению, закончилась вот таким образом. Славко. Да, здорово. Ну что, привет. Ну, расскажи мне, что у вас происходит? Где вы? Ну, мы сейчас со знакомым, собственно, возле польской границы. Я отправляю жену с ребенком в Польшу. Окей. Ждем, как пройдут мединицу. До того момента с места не трогаемся. Они с родственниками на машине. Там бусик в нем. Да. Девять детей на текущий момент, один из которых месячный ребенок. Вот. Две мамы, как бы, и везущий их мужчина. А ты? А я гражданин Украины. До 60 лет граждане Украины. До конца военного положения они выездные. Хорошо. А грин карта не помогла? Нет, конечно. Это же не гражданство. Я имею право быть в Америке, но я не имею право покидать Украину. Ты в свое время в армии служил или нет? Нет. Я в институте учился. Окей. Ну а какой шанс того, что тебя заставят с оружием идти вперед? Ты знаешь, лучше бы спросить, какой шанс, что я сам запишу с территориального обморота. Шанс есть. Мне некогда бояться. Я переживаю за то, как моя жена с ребенком перейдет границу. Бояться, может быть, буду когда-нибудь потом. Сейчас я на адреналине. Хорошо, Славко. Давай, держитесь там. Пока. Пока. Я сейчас разговариваю с моей двоюродной сестрой Юлечкой. Она сейчас находится в подвале в убежище со своим мужем Алешкой в Киеве. ЗВОНОК. 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 Просто есть один аспект, который меня очень сильно задевает. Дело в том, что в моем паспорте украинском написано, что я родился в городе Москве, Российской Федерации. И на сегодняшний день мне отвратительно. Я не могу это объяснить, но сейчас снова была сирена, все спускаются в нем. Лёха, Лёха. Может им надо идти в паспорте? А, все, отключились. Аркаш, Аркаша, пока мы говорили с вами, тут мы же внизу сидели, ребята сказали, что было два взрыва, они прям слышали. Один в Белой Церкви, один в Киеве, я не знаю, прикинь, капец. Украина! 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 По данным ООН, на сегодняшний день Украину покинули больше миллиона человек. Официальные прогнозы – 5 миллионов. Беженцев ждут в том числе и в Нью-Йорке. Губернатор штата приехала в ту самую маленькую Украину, в район West Village, и произнесла очень эмоциональную речь. Сегодня наша статуя свободы открывает свои объятия для всех украинцев, которые хотели бы найти здесь убежище на то время, пока мы поможем восстановить вашу страну. После того, как русские будут вышвырнуты оттуда. Это произойдет. Украина будет восстановлена. Вообще, как помочь Украине? How to help Ukraine? Сейчас один из самых популярных запросов в Google. Это один из главных заголовков американских газет. Неважно, идет ли речь о Нью-Йорке или новостных сайтах небольших городов. Конечно же, моральная поддержка очень важна, но не менее важна материальная помощь. Украинские флаги, горы вещей, толпы народу. В прошлой жизни это был салон красоты. Сюда приходили менять внешность. Теперь в изменившемся полностью мире. Это штаб. Нью-Йоркцы собирают здесь посылки в Украину. Моя семья, вся моя семья в Украине. Мой отец, моя мама, моя сестра, волонтер, которая буквально сейчас, прямо сейчас возвращается из Харькова. Они отвезли туда два автобуса медицинской помощи. Наталья без сна уже несколько суток. Как и многие в ее бывшем салоне, кто упаковывает гуманитарную помощь. Вместе с грузом отсюда же первые добровольцы уехали в отряды территориальной обороны Украины. Вчера, встречу вас, Украина! Вчера мы прямо отсюда провожали ребят из Нью-Йорка, которые летели в Украину на войну. Украина! 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 Волонтеры приходят после работы в перерывах в свое свободное время. Откликов столько, что пришлось установить график. Ну, как можем, так помогаем украинцам, потому что на самом деле белорусы и здесь, и на родине у меня. Они возмущены тем, что происходит. Абсолютно возмущены тем, что наша территория используется для того, чтобы убивать украинцев. Люди очень отзывчиво, они постоянно приходят. Мы некоторых назад отправляем, поэтому кто-то деньги там тоже оставляют, кто-то там, не знаю, коробки покупают. У нас коробки закончились, нас потом завалили коробками, что нам пришлось целое помещение отдать просто под коробки, например, да, или там скотч нам не хватает у нас. Ну вот, можете посмотреть сами, у вас тут все вокруг в скотче, да. Для армии все берут, ребят, медикаменты, еда, теплые вещи, носки вязаные привозят, даже привозят иконки с пожеланиями, детские рисунки привозят. Даже обувь на каблуках была, которую мы вставляем вон, выбрали, потому что это все вес, одеяло, подушки, пледы. Пока такое. Главное, чтобы это все помогло и вовремя пришло. На стене перед входом списки вещей из самых необходимых. Медикаменты, теплые вещи, продукты. Что вы привезли сейчас? Зараз мы привезли памперсы, там, и дай керачи, там, ну, детям маленьким, что-то такое. Душа болит очень, и сердце, мы не спим тоже. Будем надеяться, слава Украине, что надеемся, что все будет хорошо. Слава Украине. Все пожертвования тщательно сортируют, раскладывают партиями по коробкам. Фурами везут в аэропорт в соседнем Нью-Джерси. Оттуда спецрейсами отправляют в Польшу, дальше во Львов. Грузовики один за одним пригоняют местные водители. Только перемогу. Только перемогу. Это наши собственные две машины, и мы отправляем, как бы дали, просто так. На призыв помочь Украине в Нью-Йорке откликнулись тысячи. Похожих центров по городу десятки. Кто-то группируется в команды, кто-то сам индивидуально покупает необходимое онлайн. Соцсети полны объявлений о том, что нужно в первую очередь. Сейчас очень важно это амуниция, это рации, также бронежилеты и шлемы, но, увы, их нельзя передавать с Америки, потому что это уже идет военная амуниция, но можно передавать вещи, которые, вот, например, я купил, это обувь военная, это наколенники, это перчатки военные. Хорошо. Ну, вы сами видите, что происходит, и это действительно вдохновляет. Нету больше усталости, не чувствуется голод, потому что все эти эмоции, все эти невероятные люди, которые здесь находятся, и это ужасная ситуация. На самом деле так нас всех объединило, объединило просто весь мир и наша комьюнити в целом. О небывалом единении говорят постоянно. Здесь люди отовсюду, выходцев из Украины больше всего. Елена извинится, билет домой был на 24 февраля, тот самый вторник, ставший для ее страны кроваво-черным. Говорят, никакого, в кавычках, освобождения, о котором твердят российские госсми, Украине не требовалось, и никаких притеснений она лично со своим русским языком никогда не испытывала. Мы жили, в принципе, как все живут. Лучше, хуже, что-то нравится, что-то не нравится, но мы жили, нас никто не терроризировал. Язык, язык, да, документы, все, но если просят говорить на русском, я говорю, можно говорить на русском, говорят на русском, все было нормально. Бесконечные коробки увозят в аэропорт, люди приносят новые вещи, на смену заступают новые волонтеры. Этот флаг Максим приносит на свое дежурство уже несколько дней подряд. Сшил своими руками. На пару минут все прерывают упаковку. Нужно собраться силами впереди. Огромная работа. Дали в магазине ткань и на быструю руку поехали купили. Сшили нитками, иголкой, руками. И поехали. Два часа шили женой. Пять метров длиной. И в ширину три метра. Еще будете шить? Да, будем. Слава Украине. Российское вторжение запятнало репутацию страны на десятилетия вперед. Это цитата. Цитата из обращения 160 нобелевских лауреатов. Вообще в России войну до сих пор не называют войной. Ее называют спецоперацией. Заблокировали твиттер и фейсбук, а те платформы, которые еще доступны, там нельзя называть вещи своими именами. Вообще подмена понятий это очень мощное оружие. В американском пэн-клубе на этой неделе светило мировой литературы собрались на пикет со свечами. Поддержка Украины. На Таймсквер новости бегущей строкой. Украина, война, Россия, военные преступления. В отцветах театральных реклам и электрических свечек собрались поэты и писатели. Американский пэн-клуб в поддержку Украины. Гарри Штейнгард, писатель известный по обе стороны океана, говорит о миссии интеллигенции по-русски. Сегодня очень важный момент. Мы все сопротивляемся против войны в Украине, против агрессии Российской Федерации. Можно сказать, против агрессии Путина, одного человека. Все мы против войны в Украине. Это уже чуть ли не геноцид. Мне кажется, скоро это будет даже хуже. Так что мы все очень волнуемся. Я включаю в это интеллигенцию. Люди со всех сторон и со всех разных частей нашего общества. Задача писателя – обратить чувства в слова. Сегодня два слова повторяются чаще других. Боль и шок. Я был в Киеве недавно. Это один из самых культурных городов. Сейчас в Европе это считается одним из самых хороших городов. Потому что даже люди из Берлина прилетают в Киев. Потому что там культурная атмосфера лучше любых городов в Европе. Смотреть, что там сейчас происходит – это так больно. Это так же больно, мне кажется, для меня, как бы на мой родной город Петербург. Было бы сейчас кто-то нападал. И Путин, сейчас он нападает на Харьков, где в основном все население говорит по-русски. Конечно, они все грозят украинский, но говорят по-русски. Так что для меня это просто шок. Поэтесса, музыкант и композитор Лори Андерсон думает о своих друзьях в России. О том шоке, который переживают они. Лори предвидит, что травмы от этой войны оба народа пронесут на многие годы вперед. Ребята, которые воюют сейчас, им по 18-19 лет. Так же было и во время Вьетнамской войны. Там воевали 18-19-летние. Меня очень тревожит, что на войну бросили мальчиков. 18-летних мальчиков на войну. Нас ждет поколение, которое будет жестоко изуродовано войной. Это может окончиться ужасным масштабом. Масштаб, который мы не видели с поры Второй мировой войны. Мой дедушка родился в Украине. И он погиб в Ленинграде в 41-м году. И 12 лет после того, как он погиб, новый фашист родился в Ленинграде. Владимир Владимирович Путин. И для меня это просто непонятно. Как это могло случиться в этом городе? В этом прогрессивном, хорошем, добром городе? Сражаясь за независимость своей страны, украинцы защищают ценности демократии и свободы. Директор «Пен Америка» Сюзан Носсель говорит о главной миссии своей организации – поддержать людей слова, которые подвергаются гонениям и преследованиям. Сейчас наши друзья в Украине подверглись нападению. Все, что им дорого, все, за что они стоят, под угрозой уничтожения. Душа и сердце Пен-клуба – это солидарность между писателями. Писатели повсюду в мире встают на помощь и поддержку тем, кому сейчас тяжелее всего. И тяжелее всего сейчас тем, кто в Украине. Для нас было чрезвычайно важно выйти на улицу и показать, что мы возмущены и мы не будем молчать. Мы постоянно в контакте с нашими коллегами в Украине. Они не покинули свою страну, они отстаивают свои позиции. Но положение меняется не только день от дня, но и час от часа, минута от минуты. А потому на Тайм-сквер уже сколько дней подряд звучат два лозунга – нет войне, руки прочь от Украины. Пожалуй, не осталось ни одной крупной американской компании, которая не разорвала бы свои отношения с Россией. На этой неделе штат Нью-Йорк присоединился к этому списку санкций и полностью разорвал свои бизнес-отношения с Российской Федерацией. На Брайтон-Бич быстро скупают гречку, но в поставок не предвидится довольно долго. Легендарный магазин «Тейстов Раша» уже сменил вывеску. Вместо нее сейчас там украинский флаг. Ну что, сняли вывеску, я смотрю. Вы обратили внимание, да? Никто ничего общего не хочет иметь ни с Россией, ни со словом «Россия». Я родился в Одессе, но я много лет прожил в Москве, причем. Возмущает и не могу сказать, что поражает. То, что более 70% русских поддерживают эту грамотность. Интересно, что будет вместо Раша. Очень интересно. И я хочу, чтобы вообще Раша не было. Хочу, чтобы не было. Почему? Они все портят. Я люблю и русских, и украинцев обожаю. У меня бабушка одна из Сибири, а другая наполовину украинка. Но я грузинка, я родилась в Грузии, я выросла в Грузии. И мы прошли в 2008-м через это. И я не хочу, чтобы кто-нибудь это еще проходил. Вы извините, я приехал в Америку, когда я был маленький. Так мне очень тяжело говорить на русском языке, но я буду пытаться. Я родился в Одессе. Я ко-оу-онер этого магазина. Этот магазин уже 30 лет здесь стоит. Раньше он назывался «Taste of Russia» – «Вкус России». Когда началась война, мы начали думать об этом имени, которое висит. У нас очень красивая была, яркая вывеска. Но мы решили, что мы находимся на Брайтоне и поддерживаем сегодня Украину. И мы решили сделать такой шаг и снять эту вывеску и поменять имя магазина. Вы знаете, люди были вообще в восторге. Люди подходили ко мне и говорили, Борис, спасибо большое, что вы сняли эту вывеску и спасибо за поддержку. Вплоть до слез. У нас очень много людей работают с Украины. У кого-то там родители, у кого-то дети, у кого-то родные, братья, сестры. Я даже не помню последний раз, что люди стали так близки друг к другу. Ну вот, допустим, женщина стала впереди другой женщины. До этого «Ой, чего вы стали? Как вам не стыдно? Я впереди». Нет. И лишний раз скажут извините, и лишний раз скажут спасибо, и лишний раз друг друга пропускают. Люди просто изменились. 180 градусов. Я просто в шоке, что я вижу за эту неделю. Как люди просто стали, знаете, как одна семья. Я просто в шоке. Я настолько возмущен по тому, что происходит сейчас на Украине. Там есть люди дорогие, там есть девочки 5 лет. Я ее так люблю, она мне дорога, понимаете. И вот они прячутся, бегают в этом самом подвале. Они сидят где-то, сейчас они уехали в деревню, куда-то подальше уехали, поселились. Например, отсиживаются. Это под часами Харьков, возле там, не знаю, 15-20 километров от Харькова. Мы здесь тоже не спим, ни ночью, ни днем, потому что наши дети там еще остались. А из-за что, я только не знаю, нас обзывают бандеровцами и бандитами, я не знаю. Я тоже не знаю. За что нас обзывают? Знаете, я очень такое расстрою. Я хочу сказать, Украина за свое существование ни на кого не нападала. Ни на кого. Я не могу сказать за Россию. Российские артисты больше не welcome на концертных площадках Нью-Йорка. Карнеги Хоу отменил гастроли Гергиева и Мацуева. Анна Нетребко не выйдет в роли Турандот на сцену Метрополитен-Оперы. Общую точку зрения людей культуры выразил генеральный менеджер Метрополитен-Оперы. Мы твердо верим в культурный обмен и дружественные отношения, давно установившиеся между артистами и культурными институтами России и США. Но мы не можем взаимодействовать с артистами и институтами, которые поддерживают Путина или которые поддерживаются Путиным, до тех пор, пока вторжения и насилие не прекратятся, не будет восстановлен порядок в Украине и не будет возмещен ущерб. Мы солидарны с Украиной, ее смелым руководством, гражданами и художниками. Мы посвящаем этот сезон их мужеству. Остаток театрального сезона Метрополитен-Опера посвящает мужеству Украины. Это было понятно без слов, когда на сцену перед началом оперы Дон Карлос вышел хор и исполнили гимн Украины. Им мы сегодня и закончим. А еще наблюдениями нашего коллеги, оператора Владимира Бадикова, который сейчас стоит за камерой. Он снимал город в течение всей недели. Это тот случай, когда комментарии не нужны. Его фотографии говорят сами за себя. Вот такой он сейчас. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok